Гостей 59-я прогимназия сегодня встречает за час до основного события торжественной линейки. Вице-губернатор Юрий Таран и глава Липецка Сергей Иванов приехали, чтобы открыть новый корпус. Его построили всего за год. Теперь в школе появились современные трудовые мастерские отдельно для мальчиков и девочек, лингофонные кабинеты, классы биологии, химии, огромный отвечающий самым последним требованиям спортивный зал и класс хореографии. Я сегодня очень горд тем, что наша мечта о том, чтобы были современные спортивные залы с трибунами, чтобы были замечательные условия для занятия спортом не только в самом спортивном зале. Здесь прекрасные раздевалки, здесь прекрасные комнаты для гигиены, душевые кабины. Поэтому это объект, который позволит сегодня спортивную направленность школы значительно усилить. Это самый масштабный проект от Управления образования региона. Благодаря такой реконструкции прогимназия сможет принять на 300 человек больше. Мы сегодня ставим задачу перейти буквально через пять лет в обучение в одну смену. И, соответственно, по помещениям дополнительного образования не все так просто. И поэтому сегодня так вот рационально для того, чтобы подходить, для решения этого вопроса, использоваться будут также возможности образовательных, школьных помещений. Ровно в десять, как и в большинстве городов страны, началась торжественная линейка. И здесь главные герои первоклассники встречают их вспышками фотоаппаратов и поздравлениями. Арсений и Григорий – братья-близнецы. О школе слышали только по рассказам мамы. Ольга Колобаева волнуется не меньше, чем сыновья. Особенные, долгожданные. Тем более у нас двойняшки пошли в первый класс. Мы очень рады, долго ждали. Чувства хорошие, положительные. Огромные букеты цветов, белые банты, яркие портфели. А вокруг учителя и незнакомые мальчишки и девчонки, которые так скоро станут друзьями. Для меня это день, когда мы идем в школу. Открываем для себя что-то новое. И, ну, просто счастье. Рада сидеть, потому что я снова здесь со своими друзьями и новым классом. А также получу много знаний. Когда все учащиеся, атлеты уже отвыкнуты, будут начинать учиться, напрягать мозг. Мы уже не первый год работаем с детьми, поэтому знаем, как с ними себя вести. Где-то ласковое слово, где-то, конечно, и строгое слово. Бывает всякое, но находим общий язык со всеми. Стараемся. После первого звонка школьники отправились в классы. Сегодня обойдется без письма от чтения. Для учеников по всей стране проводят главный урок. Мира, мужество и патриотизма. Елена Логинова, Анатолий Гончаров. Липецкое время.